В минувшие выходные дни в столице Узбекистана состоялись архипастерские богослужения. В день отдания праздника Крещения Господня совершалась также память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Глава среднеазиатского митрополитического округа совершил божественную литургию в Свято-Троице Никольском женском монастыре Ташкента. А на следующий день помолиться с митрополитом Викентием могли прихожане Свято-Успенского кафедрального собора. В день отдания праздника вновь чествуются события, ставшие основой торжества. Богоявление в день Крещения Господня на Иордане стало частью дела Божия, предпринятого для спасения человеческого рода. И как вся земная жизнь Христа Спасителя, так и это событие было проникнуто крайне в смирении. Только через него для нас возможно возвращение на небо. Все остальное сделал сам Иисус. Поплотившись, принял человеческую природу, прожил земную жизнь во многих лишениях, горя проповедью, творя дела любви и милосердия к людям, научая этому нас, наконец принял за каждого человека крестную смерть, но воскресил себя как человека силой божественной, которая была в нем, как в Сыне Божьем. Вознесся на небеса и послал от Отца Святого Духа, который наставляет, оберегает и пестует каждую человеческую душу, ведя ко спасению. По окончанию богослужения Владыка поздравил всех с отданием праздника Крещения Господня, а также с Днем памяти Равнопостольной Нины. Вот эти наставления праздника Крещения Господня глубоко должно запасаться в нашем сердце, в нашем уме, в нашей жизни, чтобы действительно мы жили вот этими добродетелями, свирения, праздности и воздержания, и исполнения Боли Божьей на этой земле, чтобы этими добродетелями, этой жизнью сподобиться вечной радости со Христом в Царство Небесное. На следующий день, в 34-ю неделю по Пятидесятнице, митрополит Викентий совершил литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. За богослужением звучал отрывок из Евангелия, в котором описывается встреча Христа и очень богатого юноши, который с малолетства соблюдал всю обрядовую сторону и заповеди Моисеевы, но спросил Господа, что еще не достает ему для спасения и достижения блаженства. Ответ Христа был для него, возможно, неожиданным. Нужно отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за Господом. А что значит следовать за Ним? Не только исполнять ветхозаветные заповеди, но и уподобляться Богу, беря пример самого Спасителя и стяжать те добродетели, которыми Он сам обладал. О них также повествовало апостольское чтение этого дня. И там написано, какими добродетелями мы должны облечься, одеться, одеяния наше, которое должно быть у православного христианина. А это одеяние, что есть? Меросердие, сострадание, любви, обилие, пропасть, смирение, терпение. Любви, любовь стяжать как венец нашего совершенства. Вот эти добродетели, которые мы должны стяжевать в этой жизни. Продолжение следует...